Музыка Коллеги, начинаем наш трек по практическому применению систем DLP и реальным кейсам. Открывает наш трек Софья Худякова, руководитель отдела продуктовой аналитики Ростелеком Солвар. Я рада вас здесь приветствовать. Я, честно говоря, немножко озадачилась, послушав нашу вводную дискуссию о судьбах государства. И формат моего выступления может немножко неожиданным вам показаться. Но, тем не менее, надеюсь, мы получим удовольствие. Итак, да, я действительно отвечаю за продуктовую аналитику Центра продуктов Дозор компании Ростелеком Солар. И, конечно же, в моей зоне ответственности и аналитика нашей флагманской DLP-системы Солардозор. Я отвечаю за продуктовую аналитику, а это значит, что мы в рамках своей деятельности разрабатываем требования для DLP-систем. И, конечно, мы плотно общаемся с заказчиками, изучаем задачи, которые они решают с помощью DLP, которые они планируют решить с помощью DLP. С другой стороны, мы опрашиваем заказчиков уже текущего функционала DLP и тоже помогаем им в решении их задач. Иногда выдаем рекомендации, потому что сценарии взаимодействия системой иногда позитивные, ну, как бы оптимальные, иногда неоптимальные. Поэтому на основании собранного опыта я мечу сегодня вам предоставить практический доклад, пять хороших практик в области применения DLP-системы, пять рабочих практик. Обращаю ваше внимание на то, что все персонажи невыдуманы, имеют реальных прототипов, все ситуации взяты из жизни. И так в судьбе каждого офицера безопасности, который решился на внедрение DLP, наступает момент, когда он вступает во свою взрослую жизнь. Когда аналитики внедрения последний раз на площадке заказчика настраивают политики, просматривают инциденты, когда подписаны акты сдачи системы в эксплуатацию, команда внедрения пожимает руку будущему владельцу системы и оставляет его наедине с этой ужасной, сложной, непонятной системой. И как назло руководство компании, которая заплатила огромные деньги за внедрение DLP и покупку лицензий и ожидает получить результат уже вчера, начинает отправлять нашему безопаснику запросы с просьбой, ставить ему задачу, выгрузить какую-то переписку, провести расследование, либо промониторить какого-то товарища, который в силу определенных причин оказался на карандаше у службы безопасности. Так вот дальше практически кейсы о том, что делать нашему ответственному за безопасность владельцу DLP-системы для того, чтобы окупить внедрение DLP. Для того, чтобы не допустить ошибок, не допустить учетчик. Для того, чтобы по максимуму использовать DLP-систему и сэкономить свое рабочее время и время своих коллег. Как известно, основным механизмом выявления инцидентов в DLP-системе является политика. Однако первый пример у нас называется ручной привод. Так вот политика — это мозг и сердце DLP-системы. Когда, собственно, после проекта внедрения политика настроена, офицер безопасности, если он не имел достаточного опыта общения с DLP-системами и с настройкой политик, как правило, испытывает некое недоверие. Ибо нежелание разбираться вообще, что это за политика маскирует за… Софья, правильно же я понимаю, что все эти политики строятся на перечне конфиденциальной информации или информации, которая не должна выходить из-за периметра? Ну, разумеется. А поиск происходит с операторами по задачам, которые встает руководство. Да, и я хочу как раз сказать о том, что эти задачи зачастую решаются не поиском. То есть поиск — это, безусловно, классный, полезный инструмент для решения определенного класса задач. Но вообще говоря, в повседневной практике, в рутине своей, необходимо доверять политике. То есть возвращаясь к нашему офицеру безопасности, который не очень понимает, как работает политика, и начинает вводить в систему простые поисковые запросы. Система эти поисковые запросы послушно обрабатывает, выдаёт ей некий список информации, список событий, которые наш офицер безопасности просматривает вручную, находясь в блаженной иллюзии о том, что у него-то теперь вся ситуация под контролем. Но однако это не так. Потому что имеет место быть банальный человеческий фактор, то есть что-то можно просмотреть и даже не увидеть информацию, которая намерена, скрыта злоумышленникам от посторонних глаз. Но в отличие от человека, DLP-система не устает и видит гораздо больше и лучше вас. Она-то найдёт и классифицирует такую скрытую информацию, создаст автоматический инцидент, укажет место срабатывания и отправит уведомление собственно офицеру безопасности. Поэтому хорошая практика — это не надо использовать поиск там, где можно пользоваться политикой. А как сделать так, чтобы политике можно было доверять, так, чтобы она была вашим другом, у меня дальше в других кейсах. Итак, практика — используйте политику DLP-системы, а не поиск. Следующий пример про ролевую модель и про то, что делиться — это хорошо, как нас учили в детстве. Служба безопасности крупных компаний, как правило, разветвлённая структура, которая включает в себя не только информационную безопасность, но и экономическую безопасность, внутреннее расследование, собственную безопасность и так далее. Эти подразделения в силу своей специфики не то чтобы разрозненно работают, просто задачи у них разные, и зачастую их расследование не пересекается между собой. А в тот момент, когда обнаружится, что информационная безопасность обзавелась такой дорогой, классной, многофункциональной системой, на нашего офицера информационной безопасности, на специалиста, к нему начинают приходить запросы от смежных подразделений с просьбой выгрузить переписку или какую-то информацию предоставить. А в силу того, что безопасники, они такие безопасники, и деталями своей работы, как правило, не делятся, то запросы на предоставление данных формируются максимально абстрактно, максимально общо, и как правило, это выгрузить переписку за определенный период. И наш специалист информационной безопасности грузит систему огромным запросом. Система тратит большое время на то, чтобы этот запрос сформировать. Потом время затрачивается на то, чтобы перенести данные на внешний носитель, чтобы каким-то образом отправить автору запроса. И автор запроса тратит свои, опять же, часы и дни для того, чтобы в этом потоке данных выявить факты, которые его действительно интересуют. Однако при всем при этом все забывают о том, что DLP-система имеет функционал проведения расследований в собственном интерфейсе. То есть для этого не нужно выгружать данные. Второй момент. Любая DLP-система позволяет гибко настроить права доступа. Так что политики, инциденты, которые генерирует эта политика, будут доступны только автору запроса. А все остальные даже не будут знать об их существовании. Итак, хорошая практика, коллеги, это организуйте совместный доступ к системе. Предоставьте доступ сотрудникам, вашим коллегам, сотрудникам параллельных подразделений. Составьте гибкую ролевую модель и обучите коллег пользоваться системой. Это сэкономит не только ваше личное время, рабочее время, разумеется, а может быть и личное. Но и повысит уровень безопасности вашей организации в целом. Следующий пример называется генеральная уборка. Представьте себе специалиста по безопасности, который приходит утром на свое рабочее место, открывает интерфейс, рабочий стол DLP и видит огромное количество каких-то виджетов, уведомлений, горят какие-то красные цифры, у него полна почта, уведомления от системы DLP, которые какие-то уведомления отправляют. Как ему в этой ситуации выжить и что делать? Вообще, откуда это все взялось? Дело в том, что при внедрении системы DLP на нее ставится так называемая стандартная политика вендора, политика безопасности, построена по принципу максимальной возможной полезности для максимального количества заказчиков. Эта политика содержит много правил, которые не актуальны в текущей ситуации для текущих задач компании. Например, если компания не производит программное обеспечение, то не нужно регистрировать передачу файлов исходников программ. Если руководство компании, ну, допустим, безразлично, что сотрудники употребляют нецензурные выражения, то и фильтр мата тоже можно в политике отключить. Ненужные правила в политике, они, даже если они не мешают вам, они очень мешают системе. Они, собственно, засоряют систему и задерживают обработку сообщений, событий. И даже могут вызвать технические проблемы. Такое тоже может быть. Поэтому хорошей практикой нужно сделать ревизию своей политики безопасности и убрать оттуда ненужные лишние политики, которые не решают ваши задачи. Следующий пример, следующий кейс называется «Тонкие настройки». А почему у нас здесь белочка в колесе? Я сейчас расскажу. Вернемся к ситуации, когда с площадки заказчика ушла команда внедрения. Политики как бы настроены, инциденты генерятся, и на эти инциденты специалисту безопасности нужно как-то реагировать, то есть проводить расследование. И в этом процессе выясняется, что политика не только отрабатывает важные инциденты, но и генерирует ложноположительные срабатывания в таких количествах, что их обработка занимает огромное количество времени у офицера безопасности. Что же в данном случае делать? Прежде всего избавиться от убеждения в том, что если что-то кто-то до вас настроил, то оно работает хорошо. Потому что есть еще одна сторона проблемы. Это политика, любая политика, как правило, устаревает. Ведь окружающая действительность вокруг нас меняется очень быстро, как мы все наблюдаем в последнее время. В том числе геополитические возникают некие моменты. Компании реагируют на эти изменения, они вводят новые формы документов, появляются новые системы, новые процессы. И существующая политика об этом ничего не знает. Поэтому как сделать? А какая политика там самая лучшая? Лучшая — это та, которую вы написали сами. Либо разобрались в политике безопасности, проанализировали и убедились в ее качестве. А качество политики, как известно, определяется двумя факторами. Это ширина выявления действительных нарушений и минимальным количеством тех самых ложноположительных срабатываний, которые очень мешают нашему специалисту по безопасности. Таким образом, настройка политики — это два основных шага. Первый — это исключение ложноотрицательных срабатываний, потому что каждая утечка — это огромный риск для организации. Это все понимают. И это триггер к немедленному и тотальному пересмотру всей политики. А когда она начинает уже выявлять то, что она должна предотвращать утечки, второй шаг — это тюнинг, так называемые тонкие настройки. И в этом процессе мы исключаем ложноположительные срабатывания. То есть как только оно возникает, это сигнал на то, что нужно это ложноположительное срабатывание в дальнейшем исключить. Приведу вам пример, который настроил у себя в компании один из наших крупных заказчиков. У него в компании DLP интегрирована с внешней системой обработки событий безопасности, с SOAR-системой. И когда DLP создает событие, она, соответственно, отправляет информацию в SOAR, IRP. Оператор внешней системы по отношению к DLP рассматривает это событие и помечает его как ложноположительное срабатывание. А система в этот момент автоматически создает задачу Jira на доработку политики. Назначает его на соответствующего аналитика-политик. И ответственный аналитик-политик заходит в систему DLP и, соответственно, производит настройки политики безопасности соответствующей. Невозможно сказать о том, как часто нужно пересматривать политику. Нельзя сказать, что это раз в месяц будет достаточно или раз в две недели. Потому что тюнинг-политик это непрерывный процесс. Тут хорошая практика и хороший совет. Внедрите этот процесс в свои организации. Это повысит качество политики, а значит, качество, собственно, информационной безопасности вашей компании. И пятый кейс, пятый пример. Расширение DLP или интеграция. Зачастую по инициативе заказчика или по требованиям регуляторов DLP ставится в какой-то стандартном формате. Это мониторинг почтового трафика плюс мониторинг трафика от endpoint-агентов. Но ведь современные DLP это мощные системы. И они гораздо больше умеют, чем просто обрабатывать трафик от почты агентов. DLP имеют модули анализа сетевого трафика или сканеры файловых хранилищ. Хорошей практикой является направить DLP данные от корпоративных мессенджеров. К примеру, говоря, наша DLP Solar Dazor эффективно расшифровывает трафик от корпоративных мессенджеров по ICAP протоколу. И в одной из наших продуктивных инсталляций крупного клиента мы обрабатываем таким образом их корпоративный мессенджер и показатели там достигают порядка 95% в секунду трафик расшифровывается. Говоря о интеграции, мы можем какие-то потоки в DLP-систему направить, но из нее тоже можем получать информацию. Первое, что приходит в голову, это, конечно, разные системы обработки событий, классы IRP, SOAR или CM. Были, так скажем, кейсы отправки данных из DLP в BI-систему, то есть анализ этих данных для принятия каких-то управленческих решений. Кроме того, возвращаясь к предыдущему кейсу про рулевую модель, тут нельзя не упомянуть ADM-системы, которые как раз и помогут в распределении доступа, которые не только позволят централизованно и гибко управлять правами доступа в DLP-системе, но и автоматизировать назначение выдачу прав. Итак, подводя итог, хорошая практика – это расширение DLP-системы, потому что если у вас в руках оказался такой дорогой, мощный, многофункциональный механизм, то следует использовать его возможности по максимуму. Ну и подводя итог, я еще раз перечислю хорошие рабочие практики. Первое – это не используйте поиск там, где можно использовать политику. Организуйте совместный доступ к DLP-системе, построите ролевую модель, чистите политику, удаляйте из нее ненужные правила, внедрите процесс тюнинга вашей политики безопасности как рабочую рутину, построите этот процесс в вашем подразделении безопасности и расширяйте использование DLP-системы. Это новые источники, новые системы потребителей. Пусть DLP-система работает по максимуму. Коллеги, на этом у меня все. Я вас благодарю за внимание. Сейчас я хочу поприветствовать Евгения Акимова, руководителя отдела информационной безопасности Объединенного кредитного бюро. Коллеги, спасибо. Всем спасибо, что собрались. Немножко расскажу о нашей организации. Это Объединенное кредитное бюро. Мы ДЗО Сбера. Наверняка один из крупнейших операторов персональных данных в России. Мы обрабатываем их более 100 миллионов записей физических лиц. И, конечно, в своей работе мы используем DLP-систему. Сразу говорю, что у нас не так много. У нас небольшая команда, чуть больше 300 человек. Но, тем не менее, мы довольно технологически насыщены в плане средств кибербезопасности. И, собственно, есть чем поделиться, я думаю. Я вам расскажу, что добавить к технике этой DLP-системы для того, чтобы она действительно была полезной и решала те задачи, которые могут быть ей решены. Ну, собственно, я очень часто сталкиваюсь с такими полярными мнениями о DLP-системе. Первое мнение, наверное, самое такое как-то ура-оптимистичное, когда люди так верят в DLP-систему, что, в общем-то, не замечают никаких препятствий. И считают, что мы установим DLP-систему, сейчас всех поймаем, мы все будем видеть. Будем видеть все коммуникации, все утечки, и поможем экономической безопасности, и HR, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, защитим бизнес, прежде всего, от утечек, какие-то преступные сговоры, может быть, химия в закупочных процедурах. Сейчас мы это все победим. Ну и для HR это, наверное, сотрудники, которые склонны поискать работу, может быть, демотивированные сотрудники, которых еще можно удержать. С точки зрения кибербезопасности, наверное, эти сотрудники должны быть под вниманием, потому что человек, который задумал уйти из компании, он уже начинает, ну как-то не так хорошо соблюдать правила кибербезопасности и требует определенного внимания. Ну, если что, мы всех уволим. На пленарке я только что обсуждала с тема ответственности за инциденты кибербезопасности, в преломлении на инциденты утечки. И есть такое мнение, что сейчас мы, если что, прям всех негодяев мы уволим. И, в общем, DLP воспринимается такой серебряной пулей, которая позволит отстрелить всех вампиров, и все будет здорово. Есть совершенно другое мнение, что на самом деле не все так хорошо. И вы никого не поймаете. Ну, как бы, этому есть определенные аргументы. Ну, во-первых, действительно, все каналы утечки закрыть нельзя. Банальный пример, который у всех, наверное, завяз в зубах, это фото с экрана. DLP тут вообще ничего не может сделать. Это понятно. Всегда можно зиповать с паролем, и самая конфиденциальная информация утечет из компании и не сможет быть детектирована DLP-системой. Ну, и, собственно, момент. Тоже очень важный, что DLP-система только в очень ограниченных инсталляциях, ну, вот по заявлениям вендоров, которые там видят, да, там, наверное, всех своих заказчиков, как они используют DLP-системы, там, ну, до 20% DLP-система стоит в разрыв. Да, 80% DLP-система стоит на зеркале трафика и только детектирует о том, что оп, что-то утекло. Собственно, да, там, служба безопасности может уже увидеть инцидент, который уже произошел, все украли, да, ну, и зачем такая система нужна, когда все украдут, ну, а мы только об этом узнаем. Вот. Много ложных срабатываний. Вот совершенно правильно Софья говорила, что большой поток, да, может быть, и там ничего не найдешь, да, то есть там сотни срабатываний в день, да, там с красными глазами оператор DLP должен сидеть и мало чего видит, а половину все равно пропустит. Вот. Ну, и если DLP-систему поставить в разрыв, ну, очень часто бизнес, даже если нашел на это деньги, да, с точки зрения отказоустойчивости и так далее, ну, потом может попросить отказаться от этой схемы, потому что это задержки в работу, много ложных срабатываний, когда легитимные, там, сообщения, легитимные коммуникации, там, ставятся на холд, да, и, собственно, бизнес начинает жаловаться. Вот. Ну, и есть мнение такое, там, юридическое, что это не очень законно, там, вспоминается Конституция сразу, да, вот, и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем-то, я думаю, что, правда, она, на самом деле, посредине, и вот эти вот завышенные ожидания, и такой вот жесткий скептицизм по отношению к DLP-системе, во многом можно как-то свести правильным использованием самой системы, обложить эту систему правильными вещами. Действительно, мы не можем контролировать все каналы коммуникации, да, но мы, должно ли нас останавливать то, что мы решаем не все проблемы, которые, там, перед нами стоят? Нет, конечно, да, то есть, если мы видим 80% того, что происходит, значит, 80% проблем с утечками данных, мы можем уже, собственно, надеяться закрыть. Большие объемы данных, которые, там, страшнее всего, сегодня опять на пленарке это упоминалось, персональные данные, ну, много ли ты отфографируешь с экрана? Нет, конечно, это нереально, да, то есть персональные данные крадутся, там, десятками тысяч, а то и миллионами отдельных записей, да, тогда они представляют интерес, и это можно монетизировать, и, собственно, DLP-системы отлично с этим справляются. Вот, и, ну, собственно, принцип 80-20, да, он здесь работает. Лучший враг хорошего, да, и достичь хорошего успеха, это уже здорово, это можно сделать. Собственно, как мы, например, достигаем того, что у нас такой, получается, квази-активный режим работы DLP? У нас DLP, как у большинства организаций, у нас стоит в зеркале трафика, мы видим его, когда уже что-то улетело. Ну, во-первых, мы ввели режим коммерческой тайны, обложились в НД, все сотрудники знают, подписывают соответствующие обязательства и использовать почту только для корпоративных нужд. Ну, и, как бы, то есть, вот с точки зрения юридической надо подстраховаться, да. Соответственно, если происходит инцидент, да, действовать надо по нашей практике в течение одного рабочего дня, пока человек, совершивший этот инцидент, по злому умыслу, не по злому, неважно, да, то есть что-то ушло, вот, это надо увидеть хотя бы в течение, там, часа-двух, зовем товарища, который что-то совершил, и по душам с ними говорим, да. Объясняем ему, что в соответствии со всеми нормативными документами и внутренней нормативной документацией в организации, он, скорее всего, совершил преступление по 272-й статье, мы обязаны, ну, как обязаны, можем передать дела в правоохранительные органы, и тогда он будет разговаривать с ними, да. Да, там, собственно, правоприменительная практика по этой статье в основном это условные сроки года-два дают, да, там, можно до 7 лет получить, да, но практически я таких случаев не слышал, а вот условные сроки прямо налево-направо раздают. Вот, и человек понимает, что он сделал что-то плохое. С правоохранительными органами связываться очень не хочется, да, вот, и человек действительно обещает, что то, что он выслал, да, там, сохранил на Google Drive, он оттуда удалит. Ну, даем ему технику, прямо вот в переговорный, он заходит в свою, там, гугловую почту, он отправил себе, допустим, на Gmail что-то, да, при нас вытирает, чистит корзину, подписывает расписку о том, что я больше так не буду делать, все понимаю, осознал, вот, и, собственно, на этом мы расходимся, да. Вот, собственно, это такой квази-активный режим, да, то есть мы, вроде бы, информация ушла, да, там, за периметр организации, она нам не контролируется, но с высочайшей вероятностью она не будет использована, и мы ее, там, подтираем прямо, ну, как бы, за полчаса, там, общения с тем человеком, который оступился. Ну, и, там, собственно, там, о том, что это законно, да, то есть, действительно, да, там, мы в сотрудничестве с нашими юристами, да, там, сделали правильную нормативку внутреннюю, да, которая позволяет нам легитимно использовать DLP-системы. Наверное, есть еще какие-то, там, полезные, там, советы, которые можно дать, и очень многое, я, вот, мне откликнулось в презентации Софьи, да, мы проводили огромную работу по настройке политик нашей DLP-системы. Этому предшествовала категоризация всех документов, которые используются в бюро, да, мы потратили на это почти год, да, то есть, мы ходили, проводили интервью со всеми подразделениями, выделяли информацию, которая людям, ну, кажется, критичной, да, конфиденциальной, договаривались с ними о импакте, который будет, если этот документ уйдет и как-то будет использован за пределами бюро, понимали, куда он попадает, ну, у нас там было три, там, категории, внутренняя информация, конфиденциальная информация и коммерческая тайна, ну, в зависимости от степени критичности информации, да, договаривались с людьми, вот, фиксировали это, там, в соответствующих документах и после этого перекладывали это в DLP-систему, то есть работали аналитики, лингвисты, которые брали документы, ну, относящиеся к той или иной категории и прям зашивали в систему, да, и на прием издаточных испытаний к DLP-систему по окончанию вот этих вот настроек мы проверяли процент ложно-отрицательных и ложно-положительных срабатываний, да, то есть пропускали через систему эти документы и понимали, что мы получим в реальной жизни. В принципе, порядка 90% корректной сработки можно добиться, да, и это достаточно высокий процент, на наш взгляд, но на это надо потратить определенные усилия. Просто так, да, там, поставил DLP и смотришь, там, весь трафик, какие-нибудь простенькие настройки сделал, ну, действительно, надо будет сидеть с красными глазами и все равно мало что увидишь. Вот, собственно, наверное, такие советы, да, там, мне хотелось бы вам дать. Если есть вопросы, у нас в конце будет там сессия, да, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Теперь давайте поприветствуем Александра Клевцова, руководитель направления InfoWatch Traffic Monitor. Так, здравствуйте, коллеги, меня зовут Александр Клевцов. В компании InfoWatch я занимаюсь развитием DLP-системы. Сегодня тема доклада называется «Другие времена, другая DLP». Сейчас попытаюсь рассказать вам, в чем суть, да, почему изменились времена и почему должно меняться DLP с этими новыми требованиями, с этими новыми реалиями. Ну, ни для кого для вас не секрет, особенно кто занимается эксплуатацией, внедрением DLP, что эффективность, вообще заставить DLP быть эффективным, это достаточно такая трудозатратная вещь. Много процессов, много задач нужно сделать. Нужно внедрить DLP-систему, разобраться, какие данные вы хотите защищать, с какими рисками бороться, потом настраивать политики, настраивать технологии анализа, непосредственно заниматься, ну там, мониторингом инцидентов, разбором событий, про это вот коллеги сказали, что это такая рутина достаточно. А после этого еще нужно будет тюнить эти политики. Вот тут говорили про борьбу с ЛПС, то, что актуализация политик – это такой непрерывный процесс, под всем этим подписываюсь, да. Много, уже сказано, много нужно сил, времени на это. И вот в этой презентации я хотел бы вам рассказать про то, что часть задач, которые нужно выполнить для того, чтобы DLP стала эффективной и могла выявлять инциденты, можно переложить на искусственный интеллект, чтобы искусственный интеллект взял часть работы на себя, часть задач. Я расскажу, что это за задачи, что может взять искусственный интеллект на себя и расскажу, как он влияет положительно на процессы по выявлению, по расследованию инцидентов, да, как он меняет, как он влияет на эти процессы. Хочу подчеркнуть сразу, что это, я буду говорить вам не про воздушные замки, не про какие-то концепции, а буду говорить про инструменты, которые уже разработаны и используются нашими заказчиками. Итак, говорим про разные кейсы, да, про разные такие, даже не то, что будет кейс, а как бы такой, знаете, пачка кейсов, такой класс кейсов. И самая базовая ситуация. Представьте, вы хотите защищать, ну вы уже определились, надо защищать данные тендеров или там данные закупок, да, такая базовая достаточно вещь. У вас есть какие-то образцы документов, которые вы хотите выявлять. Даже более скажу, вам нужно выявлять, допустим, не просто образцы документов, а любое упоминание тендерной документации в переписке, в мессенджерах, то есть такая речь человеческая, а не просто какие-то фрагменты документов. Для этого вам нужно хороший лингвистический словарь. Я говорю про, когда говорю хороший лингвистический словарь, имеется в виду не огрызок из 30 стоп-слов, которые мы там побыстрее накидали, а настоящая лингвистическая модель, которая состоит из сотни терминов, учитывается взаимосвязь с этими терминами, их веса и так далее, которая именно позволяет, подчеркну, выявлять любую дискуссию в любой форме, в почте, в мессенджерах и так далее, на ту определенную тематику. И в чем же здесь проблема, да, вот в этом базовой вещи? Вроде бы знаем, что защищать и как защищать. Проблема в том, чтобы создать хороший лингвистический словарь, нужно как минимум 5-7 рабочих дней. Тут даже написано мне 10 дней, ну, с костюмом, 7 рабочих дней. Эту статистику нам предоставил наш партнер InfoSecurity, неважно, какого DLP вы используете, чтобы создать качественный словарь, нужно 5-7 рабочих дней. Что это значит? Нужно вам взять примеры документов, вашу первичную документацию, разложить, понять, что там являются ключевыми термины, что не ключевыми, как это все пересекается с другими категориями. Но это на самом деле работа профессионального компьютерного лингвиста, то есть достаточно трудозатратная вещь. Понятно, стоимость одного словаря достаточно высокая. Учитывая того, что информационных активов компании, которые нужно защищать не меньше 15-20, создание эффективной политики в итоге выливается месяц-два. То есть ее создали, прогнали, поборолись с ЛПС, и все это 1-2 месяца. Тут как снежный ком, да, лавина скатывается. В чем же проблема? Дорого, да? Политики, дело дорогое. Это приводит к тому, что политики обновляют, опять же по статистике нашего партнера InfoSecurity, политики заказчики обновляют раз в год. Вот именно, тотально пересматривают. Не что-то покинули, а тотально пересматривают раз в год. Почему? Потому что это дорого. Чем же может помочь искусственный интеллект, чем помогает искусственный интеллект в продукте InfoWatchy Traffic Monitor. Есть технология, у нее название автолингвист. Как она работает? Все очень просто. Вот у вас есть какая-то документация переведчика, неважно, в Excel, в PDF, в DOCX, в чем угодно. Вы скормили ее машинке, и через минуту искусственный интеллект с обучением с учителем сформировал новый лингвистический словарь. Там могут быть десятки тысяч терминов. А почему подключенная система не может сама взять документы и сформировать, предложить варианты? А мы к этому придем. Это следующий кейс. У меня есть ответ на этот вопрос. Здесь, смотрите, обучение с учителем. У вас есть какая-то перевычка. Вы взяли, допустим, ее бизнес-подразделение, скормили систему, и через минуту нам выдавал новый лингвистический словарь. То есть вместо 70 рабочих дней, одна минута, и политика готова. Повторюсь, качество такое же, как у компьютерного лингвиста. Долго мы это тестировали, проверяли, одинаково эффективен. Ну и, естественно, трудозатраты здесь 5-7 рабочих дней вместо одной минуты. Как же это меняет качественно процесс актуализации и формирования политики? Ну очевидно, что вы теперь можете политики актуализировать и даже полностью пересматривать в связи с каким-то изменившейся бизнес-ситуацией, поменялись там, не знаю, формы документов, присоединился какой-то филиал. Вы все это можете делать, когда вам захочется. Буквально возникла какая-то потребность создать какую-то политику. Все, вы через минуту создали новый словарь, который будет эффективно выявлять какую-то тематику в любой форме. Почта, мессенджер, а не просто фрагменты документов. Подчеркиваю, почему нужна именно лингвистика полноценная, лингвистическая модель. Итак, применение технологии искусственного интеллекта для формирования словарей влияет на то, что вы можете актуализировать политику тогда, когда заходите. Не нужно этого ручного разбора, не нужно этого объемного рассмотрения документов. Следующий кейс. Сергей намекнул, почему DLP сама не предлагает, какие категории защищать, зачем это нужно делать руками. Смотрите, вторая ситуация. Хорошо, когда мы знаем, что защищать. Мы создали режим коммерческой тайны, мы готовы все политики настроить. Есть проблема в другую. Сейчас затрону даже более такой неприятный интимный момент в эксплуатации DLP-системы. Вот где-то год назад я пообщался с порядка десяти наших заказчиков и выяснил такую практику. Ну там, не знаю, 95, наверное, процентов заказчиков говорит следующее, что они выборочно просматривают серые события. Ну серые события DLP, это DLP, на которых она никак не отработала. Там нет ни политиков, ни маркеров, ни тегов. Скажите, может быть кто-нибудь поднимет руки, кто-то в своей практике просматривает события, на которых политика никак не отработала. Есть, вот я вижу. Вот, вот, хорошо. Должны понимать, о чем я сейчас буду речь. И о чем говорят вот эти представители наших заказчиков? Что нет-нет, да периодически всплывает в этом сером трафике то, что они не то, чтобы там, знаете, не хотели учесть в политиках отразить или не успели это сделать. Они ничего об этой категории информации или об этой форме документов ничего не подозревали. То есть всплывают периодически какие-то вещи, о которых отдел информационной безопасности не озаботился. У нас для того, чтобы обнаружить ложно-отрицательное событие, на которое просто там политика не отработала, о которой мы ничего не знаем, да, это какая-то, это удача. То есть объемы гигантские, событий много. Кто-то из заказчиков просматривает там события выборочно-увольняющихся сотрудников, кто-то просматривает события, покидающие периметр. Тут вот один заказчик говорит, у них называется это свободная охота. То есть попадут они на какой-то инцидент, на какое-то событие, которое никак не отразили в политике или не попадут. Только удача. И тут к нам приходит тоже на помощь искусственный интеллект, который используется в системе InfoWatch Traffic Monitor, называется это Data Explorer. Это система, которая как раз находит в сером трафике, о котором мы ничего не знаем, о котором мы никак не учли и не разбирали. Он находит новые категории документов, раскладывает их по кучкам и предлагает защитить. Какой бы у вас ни был экзотический трафик, не знаю, там ресторан с французской кухней, неважно. Он все равно определит категории, которые никак не отражены в политиках. Немножко технических подробностей. Здесь как раз искусственный интеллект обучения без учителя. То есть она сама находит эти новые категории, никак ее предварительно настраивать не нужно. Никак обучать не нужно. Она найдет новые категории документов и предложит защитить. Как это меняет процесс, собственно говоря? Это не то, что меняет, это порождает процесс периодического противодействия ложно-отрицательным срабатываем. Никогда вы, ну повезет, вам не повезет, кнулись вы серые события, обнаружили там что-то интересное или не обнаружили. Вы можете на поток поставить процесс выявления новых категорий документов, которые вы никак не отражали в политиках. Все это можно делать периодически, хоть каждый день машина за вас, искусственный интеллект, будет находить новые категории документов. Вот так меняется процесс. Теперь это не тыкнули куда-то на удачу, нашли серое событие, а это будет уже полноценный процесс, который будет за вас делать искусственный интеллект. И вот последний сценарий, такая, знаете, может быть даже футуристичная, немножко сейчас с вами пофантазируем. Смотрите, в предыдущих двух сценариях я там все-таки говорил про плотное участие человека и искусственного интеллекта. В первом случае мы предложили искусственному интеллекту ты вот мне создай словарь, я вот такой хочу. Во втором случае искусственный интеллект сам проявил инициативу. Смотри, я нашел какую-то новую категорию, давай-ка будем ее защищать или нет. Везде это какое-то взаимодействие. Нужен человек и машина. Было бы здорово, если бы искусственный интеллект без нашего участия находил инциденты. Даже если мы что-то вовремя не подсуетились и не закрыли какой-то политикой, какую-то категорию информации или какой-то нюанс в нашем документообороте корпоративном не учли. Было бы это неплохо. И у нас тоже есть ответ и тоже есть решение на основе искусственного интеллекта. Она не только выявляет инциденты, даже если вы никак не настраивали политику, ничего там не крутили, никакие категории регулярочки, не дай бог. А это система предиктивной аналитики. Она прогнозирует риски. Риски разного. Например, аномальной работы с объемом информации. Риск, связанный с тем, что сотрудник ключевой может уволиться. Риск, связанный с злоупотреблением, доступом или нелояльностью компании. В чем нюанс? Тут тоже обучение без учителя. По каждому сотруднику, немножко деталь, чтобы понимали, считается персональный скоринг. Сотрудник сравнивается с сегодняшним, со вчерашним. Сотрудник сравнивается с другим сотрудником. Выявляется тенденция. И вот эта машинка искусственного интеллекта без вашего участия, если вы что-то не настроили, сама вам подсказывает. Обрати внимание, вот этот сотрудник генерирует какой-то риск. Вот здесь у тебя какая-то неприятная зона. Даже если вы сами что-то вовремя не отработали, не скрупулезно назначили политики. И, собственно говоря, как же это меняет процесс? Мы от мониторинга и блокировки, кто созрел на блокировку инцидентов, переходим к предсказанию инцидентов, к предсказанию плохих событий, скажем так. Меняем процесс кардинально. Мы теперь можем предвосхищать безобразие, которое у нас может случиться в компании. Ну и подведу итог. Смотрите, итог очень будет простой. Пускай каждый занимается тем, что у него лучше получается. Пускай искусственный интеллект перемалывает эти миллионы событий, которые есть в нашем трафике, как у нас некоторых заказчиков в сутки делпи собирает миллионы систем. Пускай искусственный интеллект за нас перебирает первичную документацию, формирует словари, выполняет тяжелый труд, требующий большого объема работы, с большим объемом информации. А человек пускай выносит ключевые решения. Я, в общем, за разделение труда. Вот это мой итог, моя такая финальная мысль этой презентации. Спасибо еще раз за внимание. Надеюсь, было интересно. Обращайтесь, пожалуйста. Александр, один вопрос только. Смотри, давай определимся в понятиях. Искусственный интеллект тут понимается как прям искусственный интеллект и machine learning или искусственный интеллект это просто некие скрипты, которые наработаны в рамках практики? Нет, 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 это именно недетерминированный подход. Нет. Это искусственный интеллект, это значит, что со временем эта технология, этот инструмент… Это machine learning. Да. Выдает решения другие. Ну, то есть недетерминированные. Там много, там, ну, например, вот последний, да, инструмент, когда я говорил о Watch Prediction, там несколько себе технологий содержит. Там и machine learning, и такой, и сякой. Хорошо, спасибо. Так, давайте поприветствуем Максима Королева, директор по информационной безопасности Сегежа Групп. Сегодня я расскажу не совсем как бы про профильную деятельность DLP систем, но об этом позже. У нас в компании все публичные выступления проходят через PR, поэтому пара слайдов обязательной программы. Это два слова нашей компании, мы вертикально интегрированный деревообрабатывающий холдинг, в общем-то, от лесозаготовки до производства бумаги и упаковки, все виды изделий из дерева. Географически мы распределены практически по всей России и Европе, что накладывает свои отпечатки, в общем-то, на деятельность и в части работы с утечками. Ну и теперь о главном. То есть DLP-система, как мы сейчас говорили, ее основное предназначение – это борьба с утечками, превентивная или постфактум. На этом мы останавливаться не будем. Я хочу обратить внимание, что в рамках действия или работы DLP-системы возникает огромный объем полезной информации, которой грех не пользоваться. То есть, как говорил еще Ротшильд, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому у нас в руках огромный объем информации, бигдатов, которые, в общем-то, можно много полезного изыскать как для себя, так и для других подразделений компании, о чем я и поведу речь. То есть очень хорошо быть полезным для других бизнес-подразделений, когда они к тебе приходят и говорят, слушай, там, ну, как бы, надо бутылку открыть, там, штопор, да, есть у тебя или, там, заусенец или отпилить, там, что-то. Ты говоришь, да, есть вот инструмент, пожалуйста. И вот на этих инструментах я бы хотел остановиться сегодня. Самый главный, самый основной, который, наверное, достаточно часто используется, это контроль рабочего времени сотрудников. Персоналу всегда интересна эта информация, даже с точки зрения производительности, когда какой-то начальник отдела, допустим, приходит и говорит, что у меня не хватает людей, давайте добавим. То есть у персонала это всегда проблема. Они приходят к нам, мы им даем информацию, в общем-то, о том, сколько работают люди в их подразделении, когда приходят на работу и так далее. Дальше они уже ведут диалог, в общем-то, достаточно профессионально. И также полезная информация, часто, когда выход в праздничные нерабочие дни, двойная оплата, эти многие злоупотребляют, здесь тоже, в общем-то, это все видно прозрачно. Есть дополнительный плюс от того, что эту информацию предоставляем мы, а они не используют ее сами, внедряя какие-то системы, то есть мы не плодим агентов на хостах, которые между собой начинают конфликтовать, их нужно каким-то образом дружить. То есть в нашем случае на хосте работает три агента, и это достаточно большая головная боль. Это антивирус, DLP, XDR-система, которые друг другу постоянно что-то блокируют и мешают. Мы уходим от четвертого агента в этом случае. Дальше есть развитие этой тематики, более глубокое погружение, а чем же все-таки занят работник. Мы начинаем видеть, в общем-то, на что он тратит свое время, что он делает в интернете, и таким образом мы можем помогать как и персоналу, которому важно понять, чем все-таки занимается работник, так и руководителю подразделения, в котором этот работник работает. И в том числе и IT, допустим, в случае, когда канал перегружен интернет, они хотят его расширять, в принципе, достаточно проанализировать, куда идет утилизация этих ресурсов и, в общем-то, принять какие-то ограничительные меры для того, чтобы спокойно жить дальше. Тем самым мы уже становимся полезными для блока IT. Следующий раздел, который также можно использовать нашу систему, это как проходят бизнес-процессы в компании. Допустим, яркий пример – это перемещение какого-либо документа между подразделениями. Очень легко и очень быстро получается эта аналитика средствами DLP-системы. Мы понимаем, допустим, на каких этапах документ пробуксовывает, где он вообще затерялся, почему не идет дальнейшая с ним работа. Яркий пример – это контроль, допустим, подразделений, ведущих некую закупочную деятельность. Компания профессионально на рынке подает на официальный почтовый ящик предложение о том, что она хотела бы с нами сотрудничать. Дальше, когда проходит закупочная процедура, почему-то эту компанию не приглашают. Мы видим, на каком этапе, как прошло это предложение, где оно зависло. И, в общем-то, дальше с работником, который притормозил у себя эту информацию, ведется дополнительная работа. Следующий помощник, крайне важный, это мы имеем, по сути, дубль почтовой системы. То есть вся переписка есть в наших базах данных и при необходимости можем ее оттуда поднять. Причем поиск информации даже по цепочкам производится достаточно быстро и быстрее, чем в архивах почты или постановлении с бэкап. Достаточно часто к нам обращаются с такими просьбами, мы, в общем-то, не отказываем. Сбор доказательств для обращения в суд – это, в общем-то, такая более теоретическая вещь в нашей практике. Это был один раз, причем мы собирали доказательства, когда в суд обратились на нас. Работник был недоволен тем, что ему пришлось уйти из компании, он подал на нас в суд. Мы, в общем-то, собирали доказательства для того, чтобы объяснить, что он не выполнял свои должностные обязанности, либо занимался не тем, чем нужно. Дальше мы переходим в более теоретическую фазу, уже приближаемся к искусственному интеллекту, как вот Александр рассказывал, это то, чего мы хотим использовать в ближайшее время. Вот анализ, в общем-то, информации о деятельности работников и защита от переманивания в настоящий момент у нас происходит, то есть мы видим и подсвечиваем кадром, когда работник достаточно часто пользуется там хэдхантером, допустим, интересуется тем, какие работодатели заходили на его страничку, в общем-то, на каких-то он останавливается подробно, какие-то пробегает быстро, то есть мы понимаем уже, к чему он готовится и чего ждать, обновляет свое резюме. То есть это мы все видим, мы понимаем, мы помогаем кадрам. Ну и напоследок, так сказать, теоретически это то, к чему мы подходим и в последние три месяца, наверное, это достаточно важный фактор, который не следует сбрасывать со счетов, это управление настроениями в коллективе, то есть нужно понимать, какой работник, в общем-то, у него меняется настроение и в последнее время, допустим, из позитивного он уходит в негативную плоскость, это потенциальные, в общем-то, кандидаты на увольнение, а работники перед увольнением, они склонны, в общем-то, забрать всю информацию, которая им доступна с собой, таких нужно ставить на контроль или проводить с ними какую-то работу. Ну, в настоящий момент мы пробуем использовать эти механизмы в нашей DLP-системе, в общем-то, ну, пока каких-то значимых результатов не достигли, но я думаю, что за этим будущее. Вот, в общем-то, все, что я хотел рассказать. Так, а сейчас давайте поприветствуем Дмитрия Кандыбовича. Директор по развитию компании Ставко. Ставко, потом безопасность мы. Да, коллеги, ну вот бывает такое впечатление, сидишь, слушаешь доклад, думаешь, вот сейчас здесь, здесь расскажу, здесь до полу не выходит человек перед тобой, просто рассказывает твой доклад, ты такой думаешь, блин, вот. Ну, тогда, наверное, тезисно, Сергей, если позволишь, много ребята сказали, да, по тематике, я, наверное, просто тезисно понабрасываю всяких гадостей. Мы всегда были в андограунде, да, мы компания там безопасности из Новосибирска, и мы всегда имели свое видение на рынок, и в частности к вопросу DLP у нас есть свое видение. Коротенько, мы из Академгородка, из города Новосибирска, стейк, тематика ФСБ, Минцифра, мы много где бываем, у нас небольшая компактная команда, то есть я сказал бы так, что мы крепкий региональный игрок со своей позицией, да, со своими плюшками, преимуществами, со своим мнением, и мне очень нравится такая тема, такой народный чемпион, то есть у всех на брендах номер один, лидеры и прочее, я долго думал, что бы нам приклеить, вот так, чтобы было правда, вот придумал такую фразу народный чемпион, так мы себя характеризуем, вот, скромно, заметьте. Про что поговорим, повторюсь, что коллеги очень много чего уже, соответственно, рассказали, а я начну про не с негатива, но давайте так, вот сегодня то, что я слышу, оно подтверждает мое мнение, что DLP, оно по факту уже мертво, то есть классическое DLP это рудимент, архаизм, как копчик у человека, то есть если мы будем на него смотреть, как на решение, которое контролирует документы, да, и контролирует информацию, то оно не конкурентоспособно. Вот что я сегодня услышал на мероприятии, первое, цена дорого, раз, второе, сколько нужно железа под контентную фильтрацию, под прекрасный анализ, да, машинное обучение и пошло-поехало, много, сейчас это, скажем так, роскошь. Следующий момент, который я услышал, опять-таки, класс DLP, как политика блокировки, да, то есть вот Сергей меня попросил, говорит, ты конкретно принеси, вот сколько было утечек за этот год, скажи, что вот вы бы сделали, чтобы этих утечек не было, я такой сел и начал обтекать. Ну, действительно, сколько было утечек, у Яндекса денег нету, наверное, есть, он что, мало на безопасность тратит, да, просто такой шлейф сейчас идет, вот новостей о том, что утечка, утечка, газуха, коммерция, утечка, утечка, ну, то есть получается, что, если рассуждать про DLP в классическом его понимании, оно мертво, оно дорогое, оно не работает, сколько бы в него денег не влили, все равно утечки есть, то есть зачем-то такая система бизнесу, зачем она не тратит деньги, то есть было время, когда мы все там под 152 ФЗ это все закидывали, или там под закон о КИИ, и были бюджеты, и безопасником покупали дорогие игрушки, да, которые можно было купить, там поставить на полку, не до конца, не дыть, и бог, да галочки есть, да, и хорошо, теперь это время ушло, вот, я набросал здесь коротенько, что требует бизнес сейчас, и, наверное, поделюсь сами своими мыслями, это сугубо мое мнение, можно кидаться в меня всем чем угодно, вот, но бизнес сейчас требует расследования инцидентов, инцидентов, а инцидентов, я здесь услышал в основном, это утечка, вот коллега, который рассказывал до этого доклада, он очень четко попал в то, что инцидентов сейчас у бизнеса намного больше, существенно больше, в разы больше, чем утечки, ну и что такое утечка, 60 тысяч штрафов, насколько она сейчас интересна бизнесу, если там нет репутационной потери, да, или какого-то упущенного коммерческой выгоды, то эта утечка, она неинтересна, инциденты сейчас есть раз, ушла-пошла удаленка, да, то есть бизнес не понимает, чем люди занимаются, инциденты есть в дисциплине, у нас народ никогда не работал и не будет работать, у нас уровень там, производительность труда крайне низкий, инциденты сейчас есть в компьютерной безопасности, все больше и больше, тема, что какой-то отложенный инцидент произошел, уже винду снесли, что-то куда-то унесли, уже машины нету, приходишь расследовать инциденты, у тебя данных входных никаких нету, да, то есть компьютерная криминалистика, тоже инциденты, которые необходимы бизнесу, да, расследовать, с ними работать. Я скажу слово фрод, то есть базово фрод, это термин из банка, да, это банковское мошенничество, но фрод, это на самом деле намного шире, если его просто перевести на русский язык, мошенничество. В России столько видов мошенничества, в каждом сегменте это отдельное мастерство, да, и это огромные потери, то есть это тоже интересует бизнес, да, то есть у бизнеса намного больше инцидентов, которые нужно расследовать, помимо банальной утечки, это первый тезис. Ну, я уже здесь сказал, что людям надо понимать, бизнесу надо понимать, что происходит с их сотрудниками, вот коллеги классные вещи начали делать с точки зрения психоэмоционального фона, да, бизнесу надо понимать, к чему готовиться, это, кстати, по поводу как раз людей, по поводу увольнения, да, это один еще из инцидентов, да, категория, что сейчас специалист становится все дороже и дороже, и это, ну, то, что бизнес хочет видеть. Бизнес, естественно, не хочет за это уже платить огромные деньги, чтобы это балдало на полку, и чтобы проекты, в итоге у которых огромный айсберг, часть айсберга снизу, обычно проекты по DLP выливаются в очень существенные расходы, то есть бизнес на это не готов, он хочет, чтобы это было все быстро, дешево, да, встало сейчас, а результат мне нужен был вчера, ну, ладно, я вам дам возможность принести его, соответственно, завтра. Коллеги сказали о том, что это уже не игрушка безопасника, а DLP, ролевая модель, то есть бизнес уже выставляет требования, чтобы этим инструментом пользовался не одна информационная безопасность, а экономическая безопасность, HR, линейный руководитель, и пошло-поехало, то есть это вырастает в комплексный продукт. И, соответственно, два требования, которые сейчас заиграли по новой, вроде бы там 152-й ФАЗ, да, потом вот КИИ-закон, оно тут все чуть-чуть подспало, да, сейчас опять новая волна геополитических моментов, да, новые законы, соответственно, уже, как сегодня коллеги озвучили, порядка 100 тысяч компаний попадает так или иначе под новый закон, да, который вот сейчас утверждается, который 1 мая Владимир Владимирович выпустил. Вот, то есть новые требования от регуляторов уйдут в этот сегмент. Плюс, понятное дело, что опять-таки санкционная ситуация. Хороший сегодня был вопрос озвучен на пленарной сессии, на которую никто так не ответил из разработчиков, но мы все говорим, что мы вот такие отечественные, да, ДЛП, всех выместили, а по траха-то чьи вопрос, да, то есть АБИ, это движок, соответственно, УСИАровский, не наш, базы данных тоже, соответственно, не наши, компонентов часть, тоже не наши, пошло-поехало, то есть опять-таки вопрос импортозамещения к тем же ДЛП сейчас очень серьезно можно применять, да. Я вот коротенько набросал проблем и повторюсь, что тема ДЛП, она вымирает, как класс решения, рынку нужно новое решение. Решение это в нашем понимании, опять-таки, можете закидать мне чем угодно, это решение, которое будет контролировать помимо документов, да, классической функции ДЛП, будет контролировать все действия пользователей, которые, соответственно, он совершает на клиентской машине, и помимо действий пользователей, то система еще должна контролировать сами события системы, потому что события системы может реализовывать не только пользователь, но любая другая программа, соответственно. Поэтому, если вы ставите инпоинт, а дальше я скажу, что такое сочетание можно получить только, если вы ставите инпоинт, потому что если вы ставите шлюз, где зеркалируется трафик, пожалуйста, работайте с почтой HTTPS и контролируете то, что у вас летает по корпоративной почте. Это совсем узкая вещь. Чтобы собирать информацию о том, что делает система, что делает человека, как движется контент, нужна сильная клиент-серверная архитектура. То есть должен быть агент, который ставится как минимум в Windows, Mac, Linux, плюс он должен поддерживать все линуксообразные системы отечественные, плюс он должен ставиться на терминальные сервера, поддерживать VDI-системы, он должен ставить на сервера. Не только виндовые, но и отечественные платформы. Пошло-поехало. То есть нужен агент, который будет собирать все эти данные. Естественно, вы скажете, что с таким огромным архивом да блин, да фиг ты справишься, сколько надо под него железа, что вообще с ним делать. Могу сказать, что простыми конфигами, простыми политиками и по иерархической системе вы можете настроить под разные группы сотрудников, под разные инциденты, разные правила, разный собираемый лог. Но система должна вам давать возможность собрать максимальный архив, а вы уже сами можете настроить его размер, то, что вы будете собирать, сколько вы будете хранить. Как показывает наша практика, мы по ресурсам примерно 1 к 5 идем, чем коллеги по цеху. И на этих ресурсах можно собирать нормальный архив, хранить его и расследовать полноценные инциденты. Ну, соответственно, я сейчас привожу аналогию архива информационной безопасности по аналогии с физической безопасностью. То есть, если что-то происходит, мы не знаем, что у нас стрельняет, где произошел инцидент, что-то произошло. В физической безопасности мы первым делом бежим и смотрим видеонаблюдение. То есть, это самый банальный архив, который мы поднимаем и по нему уже можно расследовать, что произошло. Здесь плюс-минус логика такая. Собирайте данные, собирайте их по сегментам, по группам, по направлениям. Но если инцидент произойдет, и к вам, например, придут люди с конторы и спросят, что произошло, вы всегда сможете поднять, соответственно, какой-то лог, который зафиксирует, как работал, например, тот или иной софт, или тот или иной пользователь. И пошло-поехало. То есть, архив очень весь важный. Ну, к архиву дальше. Понятно, что нужна аналитика, большие данные собираются. Вот коллеги внедряют сейчас машинное обучение. Но, если позволите, я выражу свой небольшой скепсис здесь. Я уже несколько раз собирался распускать компанию. То кто-то уебу внедрит, думаю, все, надо расходиться. То кто-нибудь профайлинг внедрит, думаю, ну все, ну это уже точно, ребята там куда-то в космос улетели. Сейчас машинное обучение везде, где только можно, да, мелькает. Но это все пока, по моему мнению, красивый маркетинг. И предметная составляющая на данном этапе, из всех этих фич, она не сильно большая, соответственно. Я, по крайней мере, еще не встречал заказчиков, которые бы начали понимать, что в этих чудесных политиках и применять это в своей работе. По двум причинам. Либо на это нету железа, раз. Либо, опять-таки, они не выполняют основную часть работы. Один человек на тысячу компов, да, бывает и больше компьютеров. А если у тебя там 200 человек в плохом настроении, то что с ними делать? Вот. Поэтому к аналитике я могу сказать, что как работали те же там пасковые запросы, регулярки, да, взаимосвязи, статистические аномалии, так они и работают. И очень даже хорошо отрабатывают. Как была основная вещь в доказательной базе, это скриншоты, которыми максимально люди пытаются покрыть какое-то событие, либо посмотреть до или после этого события, и потом в суде это доказать, или в разговоре с пользователем принести ему обоснование в виде скриншотов, так это и работает. То есть, в принципе, архив собрать можно, его можно правильно визуализировать, правильно настроить, и дать возможность одному безопаснику, который смотрит за тысячами людей, в принципе, делает свою работу достаточно быстро и эффективно. Ну, про расследование инцидентов я тут уже сказал, опять-таки, их бывает целая куча разных инцидентов, поэтому под разные инциденты нужны разные инструменты. И чем больше у решения есть возможностей по сбору лога, опять-таки, в переписке, звук, скриншоты, реестр там ПО, какое-то изменение железа, дисциплина и пошло-поехало, это все как бы хорошо, и потом, когда инцидент произойдет, мало того, что вы можете настроить алерты и его расследовать как в момент происхождения, плюс вы всегда можете откатиться назад, да, и собрать доказательную базу и найти виновного. Поэтому чем больше вы собираете в свой архив, тем больше шансов у вас потом принести руководству конкретно решенный кейс конкретным там нарушителем. Учет рабочего времени, ну, я тоже сказал, что это стандартный кейс, сейчас он для бизнеса очень важен, и люди начинают считать деньги, начинают искать точки роста. Приведу пример вот даже на своей компании, соответственно. У нас сейчас зашел крупный игрок, в нас, да, мажоритарием, и мы вот растем в корпорацию. Если до этого у меня был там ставкоп, и я там всех контролировал, у меня все были в офисе, все там были на месте, и все было хорошо. Сейчас мы это отпустили, я уже вижу за три месяца как изменение. Приходишь там на работу вовремя, смотришь там, кого-то там двух-трех уже там нету в офисе. Но они там потом, дай бог, задержатся, переработают. И пошло-поехало. То есть инструмент контроля, он настолько важен, человек так быстро может стать расхлябанным и расхолашенным, если ему дать вот эти вот рамки, если ему не ограничивать. Поэтому границы трудовой дисциплины, это тоже вещь очень важная, и она очень полезна. И, наверное, последнее, что я хотел сказать, что опять-таки у нас вечно идет война между IT и ИБ, что, соответственно, IT вставляет палки в ИБ, не дает возможность там полноценно использовать DLP-системы. Пошло-поехало. Но здесь поддерживаю коллег про ролевую модель. Уже давно пора DLP давать возможность и давать функционал, который будет полезен и айтишникам тоже. То есть в нашей ситуации, так как у нас есть endpoint, мы можем машинами удаленно управлять этот аналог TeamViewer, можем реестр по железо на себя тащить, можем делать какие-то блокировки, сайты, программы, порты. Пошло-поехало. То есть повторюсь, что я поддерживаю мнение коллег, что к системе надо подключать как можно больше подразделений и делать этот инструмент комплексным. Тогда от него и выхлопа будет намного, соответственно, больше. Буквально два слова я скажу по поводу, опять-таки, ПО и что под капотом. Классный вопрос сегодня прозвучал, опять-таки, на пленарке. Ну что, кто-то смог использовать Postgres на полную, а он вообще работает, эта дрянь, или нет? Ну, соответственно, работает. Если на больших объемах просто Postgres использовать, плохо работает. Если к нему подключить кликхаус, начинает годно работать. И я думаю, что вот эти все высоты, они все впереди. Есть Postgres Pro, которая тюнит сейчас Postgres достаточно активно, и туда там денег тоже вваливается. Соответственно, могу сказать на себе, что 8000 ПК мы вытягиваем на одном сервере, на котором стоит Postgres, и на котором стоит кликхаус. Поэтому все работает. Пару слов как раз про потроха, соответственно, и про тему импортозамещения в осях. Ну, с этим там тяжеловато, но есть Astra. Вот. 1,6 у нее была там унылая на дебине 2012 года. Сейчас выходит 1,7. В принципе, хорошая ось, вполне годная, можно работать. Вот. Сейчас смотрим на Redos. Тоже неплохая достаточно ось. То есть, в принципе, тоже одно из требований сейчас к DLP, особенно в ГАСУХе или ОКОС-организациях. Это возможность потенциальная, потому что пока еще вектор, там, то четко не выбран, да, куда мы там бежим, но как минимум потенциальная возможность быстрой разработки под эту ось и переезда на эту ось. Причем, повторюсь, что осей, скорее всего, будет очень, ну, не то, что очень много, но там где-то Astra, где-то Redos. То есть не будет одна там государственная ось. Поэтому будьте к этому готовы. Ну, коротенько, наверное, коллеги, все. Опять-таки, это было мое сугубо личное мнение. Почему я не стал здесь рассказывать, как вам работать с системой, потому что я вижу в этом зале людей, которые нам уже рассказывают, как работать с нашей системой. Это профессионалы, да, и женского пола они встречаются. Вот. Поэтому вот это мое мнение, которое я поделился. Всем спасибо. Так, ну что же, перейдем к круглому столу. Вот. Меня зовут Рысин Сергей. Отвечаю за техническую безопасность компании HeadHunter. Вот. И хочу как раз присоединившихся к круглому столу представить коллег. Это Александр Дворянский. Является директором по специальным проектам компании Ангара. Вот. И поприветствуем Андрея Масаловича, президент консорциума InfoRus. О чем же мы поговорим? Давайте затронем вопрос людей. Есть у нас операторы ДЛП. Какие способы адаптации гласных-негласных договоренностей, критерии отбора, как у них происходит профдеформация, как это компенсировать, какие вы дадите рекомендации по этим направлениям? Мы стараемся брать людей, которые уже занимались чем-то аналогичным в других организациях, то есть с опытом. И плюс это полиграф, то есть сотрудники, которые рулят ДЛП, у нас проходит полиграф всем уголовно. Бумагу подписываете? То есть у нас сейчас есть у клиентов практика, прям массовая, что если раньше все бегали с легализацией ДЛП, бумагу надо было подписать именно у пользователя, которого мы будем контролировать. То есть сейчас есть обратная ситуация, что еще есть такой же пакет документов, соответственно, который готовят оператору. И оператор также подписывает, соответственно, о том, что туда могут попасть личные данные. И как раз если он этими личными данными воспользуется, он попадает на шантаж. Вымогать сейчас уголовную статью не вспомню. То есть такой вот документ дается операторам, чтобы они понимали, что если эти данные будут использоваться неправомерно, то это уголовка. Я как-то не уловил, что это даст. А, ну в смысле для того, чтобы как-то повысить сознательность. Мы переходим уже в сторону 152 ФЗ. Да, ну согласен, что, наверное, как-то это действительно может быть полезным. Мы действительно это не используем и считаем достаточным психофизическое тестирование, прохождение полиграфа, плюс специальные проверки, которые мы делаем по разным линиям. И, в общем-то, остановились пока на этом. По отношению к остальным пользователям, тем самым, которые контролируются, там действительно мы собираем подписи в журнале ознакомления с соответствующими ВНД, о том, что ДЛП у нас есть, мы контролируем ограничения по использованию корпоративного техники для личных нужд и так далее. То есть это все существует. Да, отлично. Но мы все понимаем то, что рано или поздно в ДЛП оказывается определенного рода контент, который относится к личному. И как адаптировать вот этого оператора? Тут у нас представлены как раз и заказчики, и интеграторы, и вендоры, в которых тоже представлены операторы, которые используют ДЛП для внутренних нужд и для внешних оказаний услуг. Вот как вы этот вопрос отрабатываете? Мне кажется, надо начать с того, чтобы не допускать ситуацию, чтобы в ДЛП попадали личные данные. Тут уже говорили, что сотрудники должны подписать какие-то документы. В том числе они должны подписать, чтобы они не использовали корпоративные ресурсы, рабочие станции и так далее для личных нужд. Потому что тогда проблемы не будет. Это даже для, вот я уже говорил много раз на мероприятиях, что даже такой жесткий на вид GDPR подразумевает закон, что если теперь работодатель не просит какие-то перс данные, личную переписку с женой, там, не знаю, фотографии детишек, то и не нужно это тащить на рабочее место. Вот надо в первую очередь это сделать, подписать документы, где сотрудник бы сознавал, что рабочее место только для рабочих. Если туда что-то попало, это его проблемы. Буквально так. Я хочу немножко попланировать, потому что в нашей компании такой документ подписывается, причем он даже зачитывается, сотрудник понимает, по факту рано или поздно наступает момент, когда удобно все-таки поработать с личными вещами на рабочем месте. И это, ну, я думаю, что это не избежать. Хорошо, вот попало, допустим, после того, как он почитал, подписался, и попали эти данные на рабочее место или там в DLP осели, скажем так. Какой это риск для работодателя? Что сотрудник придет с каким-то взысканием, что мои личные данные? Мы же обсуждаем сейчас риск того, что оператор DLP получает доступ к этим данным, насколько он морально устойчив, то есть как он сможет дальше жить. Он может, ну, как бы, вот он, работая с человеком, он про него вдруг узнает какие-то там подробности интимного характера. Как вот дальше существовать? То есть это должен быть стрессоустойчивый человек, порядочный, 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 стрессоустойчивость и личное качество оператора. Вот я как раз про них спрашиваю. Как вы подбираете, как вы адаптируете и как вы работаете с тем персоналом, конечными исполнителями, операторами, которые работают с этой информацией? Потому что обработка этой информации, она на самом деле весьма, весьма, как, профдеформирует. Я скажу, вот как, можно как вендор с технической точки зрения, как с этим боремся? Смотрите, вот у нас, например, есть такая технология, которая вырезает все личные пароли из переписки, если перехватывает, например, там почты, Gmail. Складывает в отдельный архив? Нет, убирает вообще, не перехватывает. Нет, нет, не перехватывает. Это сделано для того, чтобы не было этого соблазна, это раз. Тогда у меня вопрос. В InfoWatch на 100% компьютеров стоит DLP. В самой компании? Да. На 100%? У всех. Да. И личные переписки, и личных фоточек, личных ничего там нет. Я не офицер безопасности в компании InfoWatch, мне трудно сказать, кто как злоупотребляет. Но что есть определенный пакет документов, который подразумевает, чтобы не использовать корпоративный ресурс для личных переписок, такое 100% есть. Документы – это хорошо. Я думаю, что в этом есть определенный элемент формализма в подписании таких документов. Вполне очевидно, что наши коллеги, сотрудники все равно используют корпоративный компьютер для каких-то личных нужд. Переписка, еще что-то, WhatsApp, телеграммы кто-то себе ставит, кому-то это надо даже для работы. Переписка с женой, хранение каких-то фотографий после отпуска и так далее. Странно, наверное, включать режим полицейского в организации, полицейский режим, что это действительно нельзя использовать. У нас бы половина сотрудников подумала бы, не стоит ли мне поменять работодателя, если бы мы действительно пытались это вести. Есть еще момент с точки зрения безопасности. Если мы будем из корпоративных систем, которые мы контролируем, людей выгонять в какие-то альтернативные каналы коммуникации, мы потеряем контроль. Зачем? Пусть они пользуются, переписываются со своей семьей, со своими знакомыми, со своего рабочего места. Если они туда попытаются что-то не то слить, мы это увидим. Если они будут делать только со своего мобильного телефона, в том же WhatsApp сидеть, а не в веб-версии WhatsApp, мы потеряем этот контроль. Зачем? Мы пилим сук, на котором сидим. Поэтому пусть пользуются, это очень хорошо. Я задаю другой вопрос, ребят. Я спрошу, как вы готовите операторов, которые обрабатывают эту информацию? Не как наши пользователи. Пользователи могут использовать все личные данные, даже зацензуренные фотографии выкладывать на свой компьютер. Вопрос в другом. Как вы работаете? Я опять же возвращаю. Операторы. Операторы – это ваши сотрудники, которые имеют доступ ко всей информации, которую обрабатывает DLP. И вот этот вопрос. Как адаптируете, как вы отбираете? Потому что этот человек должен быть, как не должно утекать от него информация, он должен обработать и доложить только одному человеку, своему руководителю. Вот вопрос. Кто готов на него ответить? Я немножко не на вопрос отвечу, а расскажу опять же. Кейс. Самое главное – это минимизировать количество людей, имеющих доступ к такой информации. Желательно до одного человека. А как подобрать такого человека? Нам повезло, у нас уже такой человек есть. Как подбирали? Бывший комитетчик, он без фамилии работает, с позывными. Он имеет доступ к информации, причем опять же по политикам, то есть он не может писать отчеты, там сам погружаться в бигдату. Он работает как бы по политикам, он имеет доступ к уровню SEO минус один и ниже, то есть SEO минус два от этого. И если, допустим, есть необходимость какая-то получить доступ к определенным работникам для выполнения служебных расследований, то это согласуется, в общем-то, у нас с вице-президентом каждый такой доступ и на определенное время дается для выполнения работы, потом закрывается. Вот только минимизация. И вот опять же, в рамках этого вопроса очень интересна передача на аутсорсинг работы с DLP, и вот я ее себе слабо представляю, если честно. Давайте я дополню, но действительно при подборе кадров там безопасность. Давайте дадим сейчас слово Андрею. Еще, да? Ладно. Андрей. Кто первый? Да, давайте. Микрофон у меня, да, спасибо. Коллеги, имею мнение, да, относительно вопроса про операторов, которые работают с чувствительной информацией. Здесь можно провести такую аналогию. Кассир, например, в супермаркете, да, это специалист не ахти какой высокой квалификации, да, вот простите уж. Вот, и он работает с большими суммами, да, вот он через себя, вот с кассой, да, он большое количество денег проходит. Но они работают в установке, что вот есть мои деньги, а вот это вот моя работа. Вот. Это же можно, значит, интерполировать на людей, которые работают с чувствительными данными. Ну, то есть одна сторона здесь уже была озвучена, это некий формальный подход, это разработанные регламенты, там полиграф, да, как было здесь уже озвучено. То есть это со всех сторон вот эти правила. Есть и другая сторона. Это формирование определенной культуры в компании. То есть молодые, ну, как бы специалисты, да, которые приходят в компанию, ну, начать с того, что они действительно сразу на входе подписывают документы, неразглашения, там, обработка персональных данных, прочее. Вот, регламенты, которые там, их работу. Вот, вот, но помимо того, вот формирование культуры, это еще и образование людей. То есть, наверное, необходимы какие-то мероприятия, которые у людей формируют вот эту культуру работы с данными, которые не твои. То есть немножко расширить их кругозор. А что будет, если? Что будет мне? Что будет? Как это отразится на моем отделе? Как это отразится на моей организации, да, в которой я работаю, которая мне там платит зарплату, бонусы и так далее? Вот такой аспект есть. Ну, тут сравнение, мне кажется, кассиры и операторы ДЛП, это, ну, такое, весьма своеобразное. Ну, грубое сравнение. Потому что все-таки оператор ДЛП знает чуть больше, чем иногда и Равин, и батюшка. Ну, есть аналогия здесь касалась именно работы с чужими, собственно, данными, да, или там… Чужие данные, чужие деньги, это тоже разные вещи. Да. Я, как работник одной из родственных сетей в прошлом, могу сказать, что бывают такие кассиры, которые открывают ящик, видят деньги и вечером берут их в сумочку себе, кладут и уходят. И потом очень удивляются, когда за ними приезжают. Поэтому, как бы, сопоставление. А вот тему можно продолжить в плане обучения, да, то есть какие-то курсы, которые вот будут людям в голову вбивать правила поведения с чужими данными, вот, наверное, нам их не хватает. Я, кстати, совершенно согласен с Галиной, извиняюсь, совершенно согласен с Софией, а Варнас в нашем случае очень важен, потому что если мы разработаем полный комплект документов и заставим его из-под палки, скажем так, подписывать, народ, естественно, его будет, ну, не принимать. Когда мы, допустим, разрабатываем комплекс мероприятий, возможно, там даже в игровой форме, возможно, в виде тестов, народ как-то это лучше для себя воспринимает и эффект этого лучше. Поэтому согласен, вот, обучение нужно проводить. Ну, в случае оператора ДЛП, как бы, обучение, не обучение, а личные качества конечного потребителя, конечного исполнителя, они очень важны. Андрей. Так, ну, позвольте дополнить, потому что тут все специалисты и в зале на сцене специалисты по ДЛП, а я человек с улицы, мы сами ДЛП не используем, хотя я представляю, что там под капотом и знаю людей, которые используют и которых разрабатывают. Мы занимаемся интернет-разведкой, ну, я, правда, все время промолчал не поэтому, я просто приходил в себя после фразы, у нас небольшая команда из 300 человек. Вот я, в общем, никак не мог сосредоточиться, а мы тогда кто. Если серьезно, сейчас получается, что мы решаем те же задачи, ну, мы охотники за информацией и занимаемся таким контролем оперативной обстановки в интернете, но получается, что те, кто на фирмах развернул ДЛП и видят, что мы сейчас стоим на пороге некой войны, кстати, война сейчас не идет, война это когда объявлена мобилизация, объявлено, это самое военное положение, и все мощности вы должны перенести за Урал, вот пока только Дмитрий с этим может справиться. Значит, вот, то есть войны нет, но она на пороге, и народ готовится, и к нам обращается по задачам, которые раньше решались ДЛП, это раз. Второе, на пороге кризис, те, кто думает, что сейчас кризис, ну, для меня он седьмой, могу, как человек из девяностых сказать, кризис, это когда доллар прыгает до трехсот, и там остается, пока такого не было. И второе, когда ты работаешь месяц, радуешься, что у тебя есть зарплата, потому что ты в Гасухе, вот, а в конце месяца эту зарплату получаешь, ее хватает на проездной билет на следующий месяц, вот, сейчас не кризис. Тем не менее, те, кто готовится к кризису, готовятся к следующему, и вот это почему-то не звучит. Ваш персонал теперь будет заниматься тем, что называется шпионаж, саботаж и диверсии. Раз. Второе, у вас среди вашего персонажа есть доверенный, вашего персонала, есть доверенный админ. И представьте, ваше идеальное ДЛП выдает вам за день одно событие. Пришел админ, написал, что он не поддерживает спецоперацию, а поскольку фирма работает на кровавый режим, он решил все стереть и все стер. То есть стер ваши текущие данные, стер все архивы. У вас одно событие в ДЛП, вот что будете делать. Вот, поэтому, что делают те, кто обращается сейчас к нам, помимо ДЛП, из руководителей. Первое, ДЛП воспринимается как одна из ножек безопасности. Напомню, в безопасности четыре ноги. Первое, это организационные мероприятия и бумажная безопасность. И сейчас ее очень сильно перетряхивают под военные действия. Здесь это чуть-чуть прозвучало, но на самом деле там очень много всего. Второе, это начальный аудит, на каком высвете, тут все произносит ласковым словом утечка. На самом деле это не только утечка, это и шпионаж, это намеренное распространение или внедрение дезинформации и прочее. То есть сейчас будут активные мероприятия, к ним надо тоже быть готовым. ДЛП это может делать, если кто-то, если есть внедренный сотрудник под прикрытием, который ДЛП будет правильно перенастроить. Третье, это тренированный персонал, то есть сейчас огромное количество приходится проводить новых курсов. Ну и четвертое, это собственно работа систем безопасности, в том числе ДЛП, но работа по-новому. Вот буквально два-три примера. Первый пример, как ловится вот этот вот несчастный админ, которому переклинило мозги. Очень просто, кроме полиграфа и профпригодности на старте, надо построить его психологический портрет по его профилю в соцсетях. Делается это автоматически, и там сразу будет понятно, чего от него ждать в ближайший день, неделю или месяц. Будет он вам свинячить из-за своих взглядов или не будет. Второе, очень многие руководители сейчас просят негласно внедрять так называемые адресные ловушки. То есть не фиксировать документ, чтобы он не протек через периметр. Кстати, еще один такой знак из прошлого. Все доклады, не только здесь, в первом зале тоже, все доклады воспринимают как некий периметр и жизнь внутри периметра. На самом деле в шторм гораздо более интересное событие происходит снаружи, когда вашу фирму, ваш кораблик несет на скалу. Так вот, многие руководители сейчас не препятствуют распространению документов, а ставят адресные ловушки, чтобы посмотреть, где этот документ будет открыт за пределами контролируемой зоны. Это очень легко делается. И не только от таких нелояльных сотрудников спасает, но и даже от тренированных хакеров иногда спасает. Третье, делают персонифицированные водяные знаки, чтобы если какая-то копия все-таки утекла, было сразу понятно, чья это копия. Четвертое, устраивают публичные порки, потому что, кроме того, что есть 272 и 273 УК РФ, сейчас, кстати, рекомендую законспектировать еще очень многим 274, часть первая, она сейчас многих будет касаться. Кроме того, что есть 152 УФЗ, мы руководствуемся документом Псалом номер 138. Сын мой, мне ведомо о тебе все. То есть те, кто занимается разведкой на фирме, видят картину гораздо больше, чем ее дает ДЛП. То есть если вернуться к начальному вопросу, собственно, как готовить операторов. Сейчас надо готовить не операторов, а готовить руководителей к тому, чтобы ДЛП использовать как часть более жесткой, более сложной системы выживания в новых кризисных условиях, в которые мы так плавно все вкатываемся. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. И как раз плавно подходим к тому вопросу. Сейчас изменилась геополитическая обстановка. Как в случае вендоров, какие вы предложения дадите для изменения настроек системы, для того, чтобы минимизировать риск внутренних инсайдеров и конечных заказчиков? Как вы внутри перенастраивали и помогали ли айчарам, помогали ли для себя, для внутренних нужд, для собственной безопасности? Что вы делали с использованием системы ДЛП в связи с изменениями в стране? Я кратко отвечу. Есть один из инструментов, это готовые лингвистические модели для выявления подобных коммуникаций, переписок. Так, если кратко. Посмотрите трафик за последний год. Андрей правильно дал наводку. В трафике можно четко выделить, соответственно, сайты окрашенные в политические моменты основные. То есть, по крайней мере, вы поймете, так же тут социальные сети, Андрей правильно говорит, по социальным сетям, как минимум ключевых руководителей, можно посмотреть их предпочтение. В частности, опять-таки, по архиву из прошлого, посмотреть, соответственно, где люди… Это ретроспективный анализ. К этому вопросу мы подойдем чуть позже. Давайте перейдем теперь уже к… Давайте, Софья. Давайте от вендора закончим. В нашем случае это тот самый модуль поведенческой аналитики, о котором коллег говорил в нашей системе. А как вы делаете профилирование сотрудников? По какой системе, какие профили учитываете, какие особенности психологического состояния? Что под капотом, коллеги? Вы меня, конечно, извините, но я постоянно слышу про файлинг. А под капотом что? Это достаточно серьезный и интересный инструмент, который позволяет собрать те команды, которые будут работать на результат. Когда это пытаются автоматизировать, разные вендора это пробовали. Разные вендора это обещали сделать и сказали, что у них все сделано. Внимание в обратном. Какие метрики используются для правильного профилирования тогда сотрудников? Ну, во-первых, это объемы, качество коммуникаций. То есть коммуникационные графы, объем, опять же, коммуникации, посещаемые ресурсы. А семантика? В том числе лингвистика. В смысле сбилось? Ну, и, собственно, для профилирования пользователей, сотрудников, используется еще анализ их фотографий, внешнего вида, того, как они разговаривают, стиль речи. Это уже телефонная аналитика. Используется ли в DLP-системах телефонная аналитика, аналитика митинг-румов? Что делается? Происходит ли это? А можно я вот отмечу на вопросе? Заодно и Дмитрий, что под капотом. Вот у нас анализируется порядка 300 параметров. Имеется в виду коммуникации, круг общения, на какие тематики общался, какие изменения в трудовом распорядке, как он вел себя вчера, как он вел себя сегодня. Там выявляются такие, я уже сказал, обсчитывается персональный скоринг. То есть не какой-то паттерн заранее, вот этот хороший сотрудник, а этот плохой. А для каждого, в связи с его темпераметром, его графиком работы, с его особенностью, считается его персональный скоринг. Если он начинает меняться, он уже попадает в категорию аномалия. Опять же, профайлинг, каждый профиль человека, у человека стандартно 3-4 профиля, которые зашиты в нем по природе своей. И каждый превалирует в определенных обстоятельствах. И каким образом, иной раз человек, который занимается профайлингом, не сразу это может уловить? А почему мы говорим про профайлинг как единственный инструмент? Я вот не могу понять. Для выявления риска связано, что с сотрудником что-то не то. Я не говорю, что что-то не то. Я говорю просто под определенные задачи, в определенный период времени, в определенных событиях, нужны определенные люди для решения задач. Для того, чтобы достигнуть защиты внутренних ресурсов компании, для того, чтобы достичь цели, которые преследуют компании в данной ситуации. В подготовке к кризисной ситуации необходимо сделать так, чтобы компания закрылась внутрь и смотрела, что происходит снаружи, какие угрозы к ней идут. Правильно? Честно, не очень понимаю вопрос. Сейчас кризисная ситуация. Так. На различные компании, к примеру, тот же Routube, который был под атакой, они упали. Но информация о том, что готовится атака, она была и на GitHub и везде. Вопрос, почему тогда не было оперативной реакции? Ну это вопрос расследования уже вовне. Это получается, что во время изменения геополитической обстановки необходимо мобилизовать те функции, которые необходимы для защиты компании. Это мониторинг внешних угроз регулярный. Как правильно Андрей сказал, что в период кризисной ситуации вокруг необходимо мониторить то, что происходит вокруг защиты внутренних. Это разведка. Это уровень разведки. Например, у нас один заказчик, он занимается специально контрольными закупками в Даркнете. Он объявляет конкурс на данных своих клиентов, а потом выявляет, что есть какие-то проблемы. То есть кто-то из сотрудников. Но это разведка, это киберразведка. Это немножко не DLP, поэтому я не понял, о чем вопрос. Это вопрос был связан с тем, что Софья сказала о профилировании сотрудников внутри компании. Он вылился из ее ответа. Окей. Давайте теперь поговорим о том, компания решила внедрить в систему DLP. Какие метрики для доказательства эффективности системы DLP вы можете предложить как эксперты? Как показать то, что система DLP работает эффективно? Я могу ответить. Все зависит, конечно, от компании на самом деле, потому что у разных компаний может быть и разная KPI, и разная культура. Но самая простая метрика – это предотвращенные финансовые потери. Как посчитать финансовые потери с помощью DLP? Ну, смотрите, возможно, с помощью DLP не посчитаешь, то есть, глядя на инцидент, не можешь сказать, как он повлечет. То есть, DLP же не делает, например, каких-то юридических выводов автоматически, не говорит о том, что вот это повлечет подобные риски, юридические, репутационные. Например, у нас один был заказчик, я люблю про него рассказывать. Он вполне с помощью нашей системы DLP Traffic Monitor нашел организованную преступную группу, которая занималась, скажем так, на периодической основе выводом денег из компании. Они посчитали, они даже озвучивали на нашем совместном мероприятии, посчитали эти убытки, оформили все это в законодательной плоскости, подали в суд на своих сотрудников. И все взыскания получили. То есть, вот можно так сказать, простой такой утилитарный кейс. Экономическая выгода. Да, да. Цена утечки, которую они предотвратили, или даже вернули свои потерянные деньги, намного превосходила цену и покупки DLP-системы, и, собственно говоря, ее поддержки. Вот самый простой показатель. Софья? Ну, я здесь соглашусь с коллегой и дополню просто двумя кейсами, которые у нас как бы озвучены были. Значит, был кейс компании, которая постоянно проигрывала тендеры. Да. По непонятным причинам. Но с помощью DLP-системы было выяснено, что просто информация о тендерах очень быстро уходила. Какие-то условия, да, и, соответственно, другие компании получали, собственно, бюджеты на эти тендеры. И, собственно, когда этот канал утечки информации был перекрыт, то есть совершенно компания получила несколько там хороших заказов. И вот стоимость этих контрактов, она совершенно четко является метрикой использования DLP. Ну, и второй кейс, он как бы аналогичный. Там ситуация была в том, что просто выводили деньги. Ну, тоже была как бы тендерная вот эта история контрактная. И там была такая ситуация, что одна и та же компания все время выигрывала эти тендеры. Оказалось, компания была, ну, простите за народный язык, синяя. То есть она потом закрылась, и деньги ушли вместе с ее основателями. Ну, это тоже совершенно реальный ущерб, который тоже является определенной метрикой. Ну, я позволю не согласиться с коллегами. DLP-система – это не какое-то бизнесовое решение, ее нельзя рассматривать как инвест-проект или возврат инвестиций или что-то подобное. Здесь можно, ну, два варианта развития событий рассмотреть. Первое – это DLP как инструмент офицера безопасности должен быть привязан к выполнению его метрик. То есть обычно у безопасников есть такие метрики, как предотвращенный ущерб, возмещенный. То есть они вот этими категориями мыслят. И для того, чтобы реализовать это, они приходят и говорят, что нам необходимо внедрить систему DLP для выполнения этих задач. Это если руководство компании понимает или служба безопасности является авторитетным подразделением в компании, то вопрос на этом как бы закрывается и решается положительно. Второй момент – это ожидание какого-то, какого-нибудь кейса, инфоповода. Такого вау-эффекта. Да, вау-эффекта. Сейчас мы, получается, рассуждаем на тему, первое, гипотетически, когда вот нас что-то украдут, мифические деньги. Вау-эффект и фактически какие-то дополнительные механизмы в DLP, которые позволяют сделать что-то. Да, тут либо одноходовка, когда ты приходишь, говоришь, нужно DLP, чтобы тебя не украли. Тебе говорят, окей, я тебе доверяю, устанавливай. Второй говорит, ну какая-то фигня, как бы не надо этого делать. Вот, тогда ты, в общем-то, в ожидании ждешь инфоповод, когда что-то произойдет, ты приходишь, говоришь, вот видишь, как бы было бы DLP, этого бы не произошло. И обычно в крупных корпорациях, здесь тоже надо ранжировать, то есть средний, крупный, малый бизнес. Мне кажется, средний, крупный бизнес, любой вот такой повод, который могла предотвратить DLP, существенно перекрывает ее стоимость. А можно ремарочку прям? Сейчас, давай, Андрей, и не пускай. Ну, поскольку, опять же, я не из DLP, могу две ремарки сделать. Первое, любая метрика имеет смысл, если вы уже бизнес-процесс со своим KPI, и вам надо там что-то считать. А в большинстве ответов прозвучало, и в вопросе, похоже, прозвучало, что речь идет именно о входном решении, брать-не брать. Там нету метрики, там есть решение первого лица. Соответственно, то есть метрика двоичная. Да, берем или нет, не берем. Соответственно, у нее есть два решения. Если бы я сейчас играл на стороне компании, я бы дурачился следующим образом. Брал DLP на месяц, поскольку как человек далекий от DLP, я искренне верю, что за месяц, если их раскрутить, что ну покажите мне, что вы можете, они мне бардак устранят. Вот, и от таких туповатых нелояльных сотрудников и туповатых утечек избавят. Вот, я при этом, как руководитель, искренне верю, что от профессионального и такого, от профессионального злоумышленника DLP не спасет. Значит, вот, то есть с точки зрения, с точки зрения владельца бизнеса, я бы его месяц потестировал и не взял, а если оно не все дочистило, ну взял бы у других еще на месяц. Вот, теперь с точки зрения, как бы, менеджера по продажам DLP, я бы в процессе внедрения устроил, я почему-то, кстати, нигде ни разу не слышал, учения, ну вот как есть киберучения, учения по использованию DLP. То есть я бы изобразил утечку самого критичного ресурса, подчеркнуто повесил его где-нибудь в интернете, не эту самую, на приватную страничку показал руководителю, смотрите, а вот ваш самый любимый документ висит вот здесь. А как так получилось? А у вас DLP не включен или там нужное правило не прописано? Вот, все. То есть это решает. Ну и мероприятие. Да. Я прям очень кратенько прям рвусь в бой. Смотрите, тут прозвучало, что не стоит рассматривать DLP как бизнес-инструмент, вот прям хочу категорически возразить. В 2019 году я побывал на мероприятии, которое проводилось там, организовывало Московская биржа, было посвящено операционным рискам в бизнесе. Ни слова про информационную безопасность, как будто ее нет. То есть там обсуждали налоги, законодательство, риски ОМОНа заявится и так далее. Информационная безопасность вообще не звучала. Есть такая организация, оккультная, можно сказать, клуб директоров Московская. И вот она там небольшим таким составом собирается. И в прошлом году риск информационной безопасности в этом клубе обсуждалась наравне с другими рисками. И в подтверждение могу сказать, у нас есть заказчик, у которого нет отдела информационной безопасности, крупная финансовая организация, у него есть отдел рисков. И вот риски утечек, риски, ну не только утечек, вообще риски B, это часть операционных рисков. И они говорят на языке бизнеса. То есть они считают потенциальные убытки, риски и так далее. Вот теперь давайте смотреть, подойдем к такому вопросу. У нас утечки, как говорят в кулуарах, обычно бывают двух типов. От конечного исполнителя и от топ-менеджера. Причем от конечного исполнителя мы его на эндпоите поймаем, мы его к 272 статье подведем, мы найдем всю доказательную базу, потому что он обладает определенными компетенциями, которые не позволяют скрыть эту утечку. А есть топ-менеджеры. И как провести расследование, подготовить доказательную базу и сделать так, чтобы, допустим, с этим топ-менеджером удалось расстаться достаточно полюбовно, информация больше не утекала. И были ли похожие кейсы, участвовали в таких расследованиях, и как вы подходили к этому? Коллеги, маленькую вставочку. Я вот на предыдущий вопрос еще добавлю. Есть категории инцидентов, то есть их можно не допустить, предотвратить, расследовать. Это четкие инциденты. То есть не допустить, чаще всего, какие-то регламенты вы исполняете за счет системы, раз, предотвратить то, что вы увидели, либо заблокировали в алерте, расследовать, соответственно, то, что вы постфактум расследовали. Все эти инциденты можно собрать, переложить в количественную часть, в денежную часть, ну, как бы сделать какой-то отчет. Это постфактум. Что касается внедрения до, обоснования до покупки, стала четкая практика, что, опять-таки, DLP перестала быть игрушкой безопасника. DLP нужно пользоваться комплексно. Если мы будем решать задачи ИБ, это одна ситуация, если ИБ или экономическая безопасность быстренько пробежится, соответственно, по HR, по линейщикам, и еще по кому-то соберет их вводные данные, у него будет широкая ТЗ, не только из них задач, соответственно, то и аргументов на приобретение этой системы будет много больше. И почему я подвожу? И, естественно, надо работать от задач генерального директора. То есть кто-то хочет узнать, кто там с его женой спит, соответственно, там из компании. Кто-то, например, хочет узнать как раз какую-то информацию по конкретным топам. И он вам сам скажет, что вот этого топа, у меня с ним какие-то конфликты, работайте с ним, это моя группа риска. А этих топов, соответственно, не трогайте, потому что неважно, что он там делает, он приносит половину оборота компании, и это люди неприкасаемые. Оно так на практике примерно и бывает. По поводу работы с топом, у меня даже были такие кейсы в работе, правда, не на текущем, у него текущего работодателя. Там действительно человек уровня ЗГД, был инцидент, короче, с ним связан, не буду поддаваться в подробности. Собственно, в таких ситуациях надо действовать примерно точно так же, как и с другим человеком, то есть общаться с его руководителем, привлекать к реагированию на этот инцидент какие-то, может быть, кадровые решения с его руководителем. Показываешь, вот инцидент твой, прямой подчиненный вот это допустил, что будем делать. То есть человек включается, он оценивает тот импакт, которым мог быть нанесен или действительно был нанесен. Ну и, собственно, на уровне генерального директора решается вопрос, что делать с SEO-1. И еще бы хотел добавить к прошлому вопросу по метрикам. Прозвучало, что неплохая метрика это предвращенные инциденты и потери, которые могли бы наступить. На самом деле не очень хорошая метрика, на мой взгляд. То есть она такая очень лобовая и может сработать, наверное, первый год-два. Дело в том, что мы хотим, чтобы инцидентов-то не было. И вся кибербезопасность кибербезопасность строится на то, чтобы этого не происходило. То есть есть аварность, есть DLP-система, куча других систем. И если сотрудники не пытаются своровать информацию, DLP ничего не ловит, что значит DLP как-то не нужна. Это же неправильно. То есть в совокупности мы хорошо отработали. Если мы меряем эффективность DLP по отловленным инцидентам, мы похожи на врачей. Чем больше больных, тем лучше. Мы их там полечили и прекрасно. В целом здравоохранение можно оценивать по здоровью. И к врачу никто не должен доходить. Так и DLP. Идеальная ситуация, когда DLP дает ноль срабатывания. И тут правильно, на мой взгляд, применять именно методику рисковую. То есть это прозвучало. Я хотел бы, наверное, на этом сакцентироваться, сакцентироваться, сделать акцент, что мы можем оценивать риски, которые закрываются DLP-системой. Проводить в том числе киберучения по ловит DLP, не ловит какую-то кондициальную информацию, насколько она хорошо срабатывает. Это хорошая метрика. Но мы можем оценивать те риски, которые мы сделали компенсацию, смитигировали с помощью DLP-системы. И, наверное, вот эта система метрика является действительно забалансированной. Она сложна. Ее не всегда удается сразу выстроить. Но померить инциденты – это слишком грубо. То есть на первый год-два использование DLP-системы, еще раз повторюсь, это рабочий вариант. Потом надо систему метрика, на мой взгляд, усложнять. Спасибо. А как вы считаете, вернувшись к системе метрик, если имитировать попытки утечки информации и смотреть как раз ореол распространения информации внутри компании, как она улетит снаружи, делая внутри тех же файлов специальные инъекции, которые позволяют вам получать информацию, куда вообще файлы улетели. Для того, чтобы, во-первых, собрать информацию о круге общения того сотрудника, через которого вы заслали эту утку, и смотреть и внутри, и снаружи компания. Вы имеете в виду под уткой что? Чтобы человека спровоцировать на кражу информации? Вырвать утечку информации и посмотреть, как она внутри распространяется, круг общения, и посмотреть, как она наружу будет утекать. Я, честно говоря, немножко другие киберучения имел в виду. То есть пропустить через DLP информацию, которая наверняка конфиденциальна. Пусть это будет некая синтетика, мы ее куда-нибудь заливаем на Google Drive, на Flash, какой-то канал используем, и смотрим, как DLP система ее поймает. И мы понимаем, что было бы в реальности, если бы это был действительно боевой документ, который мог куда-то уйти. А какой кейс имелся в виду? То есть мы кому-то засылаем, как всегда, смотри, это файл с премиями топов, и что человек с ним сделает, что-то на эту тему. Но это скорее элемент аварноса. Я бы не рассматривал DLP систему. Но мы изучаем. Мы же должны не только смотреть, как у нас система отрабатывает, но мы должны смотреть со временем, как меняется природа людей внутри компании, когда они перестают просто… Получил он файл случайно. Он его даже никуда и не отправил. Он офицеру безопасности сделал, сказал, мне тут случайно файл пришел, типа, обрати внимание. Это как раз механизм обучения и механизм проверки реакции сотрудников на обучение. Но это не метрика DLP, это именно метрика аварноса, антифишинга, и какой-то, наверное, моральной устойчивости вот оттуда. Я бы не называл этой метрикой работы DLP системы. Это такое про людей. Это чуть-чуть другое все-таки. Хорошо. Андрей. Вон стоит красный ящик с огнетушителем и шлангом. У нас за два часа ни одного инцидента. То есть он не нужен. Стоит, работает. То есть метрика полезности DLP, с моей точки зрения, должна начинаться и управляться и опираться в той компании, которая идет сверху от управления рисками, а не от управления инцидентами. По инцидентам не нужен этот красный ящик. Стоимость DLP должна, я так понимаю, стоить дешевле, чем утечка информации. Чем те риски, которые она покрывает. Среди прочих рисков. Она должна стоить меньше, чем… Риск стоит дороже, чем система DLP. Хорошо. Давайте последний вопрос. Это как раз вопрос к конечным пользователям и интеграторам. какие требования или какие пожелания у вас есть к вендорам, какие ожидания от систем DLP, то, чего не хватает сейчас и что же болит. Какие вещи вам необходимы здесь сейчас для того, чтобы упростить жизнь. Многие говорят, предиктивная аналитика уже последние пять лет. А многие говорят то, что ретроспективный анализ позволяет это все делать. Уже начали говорить о том, что machine learning и искусственный интеллект существуют. Последний раз я о искусственном интеллекте и machine learning слышал в 2012 году, когда в одном из прошлых мест работы использовал систему как раз InfoWatch. Но тогда она уже работала, тогда работал механизм обогащения словарей. Вопрос к вам как раз. к интеграторам и к конечным заказчикам. Что вам не хватает для того, чтобы решить все ваши больные проблемы внутри с помощью систем DLP? Сергей, если можно, я как-то продолжу свою речь и отвечу на твой вопрос. Все вот эти новомодные такие вещи, как предиктивный анализ, ретроспективный анализ, они, конечно, помогают в работе. И очень удивительно, что некоторые вендоры только недавно взяли их на вооружение. Предиктивная аналитика. Давайте скажем честно, стоит туда вообще ходить или нет? Не у всех. Да, не у всех там очень как бы все неровно. И когда вот сегодня тоже там обращались к теме машин лернинга, у меня тоже такой как-то появился скепсис. Вообще это все работает, как-то выглядит слишком волшебно. Маркетинг классный. Да, да, нет. Маркетинг классный? Это вот, наверное, такой вот ура-оптимизм от DLP-системы, ура-оптимизм от машин лернинга. Я как-то скептически на это дело посмотрел, честно говоря, не в обиду. Да, то есть отлично подискутируем. То есть у нас, мы когда делали категоризацию наших документов, у нас получилось 18 документов, в типах документов. Это коммерческая тайна, если не изменяет память, 24 кондициальная информация. И для того, чтобы хотя бы примерно проверить срабатывание настроенных политик, надо каждый тип документов, ну хотя бы 10, а лучше 20 подобных документов, пропустить через DLP-систему, чтобы понять, с какой вероятностью она, собственно, сработает. То есть пропуская 10 документов, и, допустим, 10 документов поймала система. Это что значит? Нет, не 100 процентов, это 91 процентов, потому что 11 может пролететь. То есть чтобы мы получили более 90 процентов срабатывания, это 10, 20, а лучше 50 документов одного типа, которые мы должны... У нас нет такого количества документов. То есть у нас документы в уровне КТ, которые мы готовим, допустим, на наш борт, ну 3 или 4. То есть мы даже не можем проверить и получить достоверно срабатывание политики там больше 60-70 процентов. Я не знаю, как там машин лернинг сработает на трех документах, и как он поймает четвертый. Есть ли будущее за машин лернинг в системах DLP? В каком горизонте? Есть. Могу пример повести? Я бы уже на самом деле машин лернинг рассматривал, наверное, как отдельную надстройку к DLP уже с совместными системами. Приведу хороший пример. С начала военной операции это уже больше пример фишинга, но тем не менее. По многим компаниям прошли фишинговые атаки с рассылкой список увольнения первой партии. Первая партия списка на увольнение. Практика показала, ну, большая часть пользователей все откроет. Это вот самое больное, это интересное. Это средние компании... Еще заберите своего сына, он там в Киеве лежит. И эти тоже рассылки были? Это уже социальная инженерия. А здесь именно целенаправлено на компанию список, все, то есть там список увольнений первой волны. Как раз когда военная операция, не разбериха, никто не понятно, кризис не кризис, это социальная инженерия. Но тем не менее в контур компании мы очень много фиксировали, именно проникают такие письма. И практика показывает, народ реально их открывает, потому что это больная тема. Ну, то есть кто кого уволит, ну, в первую очередь человек откроет этот документ. Открытости компании. Это получается... Мы вернулись к тому, что необходимо информационной безопасности работать с HR-ами очень плотно. Потому что без HR-ов информационная безопасность и система DLP, они как бы не перспективны, потому что HR-ы дают информацию. Вы делитесь с HR-ами информацией. Искунственный интеллект. В горизонте пяти лет он нужен. Вот прокомментирую. Что еще? Ты хочешь про машину? А нужны ли мобильные телефоны? Я отвечу. Можно на вопрос? Вот многоплатформенность. То есть нам очень важно, чтобы все платформы были покрыты. Андроиды, айфоны, Windows, операционная система, которая специализирована, используется нашими айтишниками, какой-то Ubuntu и так далее, чтобы все это было. И мы действительно сталкивались с проблемой, что все поддерживают Windows. как будто мы живем в 20 веке. Где остальные платформы? Я хочу, чтобы сотрудники имели возможность безопасно пользоваться почтой, мессенджерами на своих мобильных телефонах. Я хочу туда поставить DLP-систему и все это увидеть. Хорошая идея. И сейчас мы видим, что люди уходят в мобильный. Нужен планшет, нужен мобильный телефон и 70% задач можно решить с помощью этих устройств. 30% задач решаются на достаточно большом либо лаптоп, либо рабочей станции. Вот как вендора решают вопрос с мобильными устройствами? Можно я, да? Тайга была, не взлетела. Дальше был, сейчас Sailfish Aurora. Смотри. Модульная операционная система, мобильная. Для андроида есть решение от компании Стахановец. Workspat есть решение хорошее, с которым InfoWatch интегрировал. Workspat это металлп, это такой... А вот сейчас я про это скажу. Вот смотрите, мы когда говорим про мобильный телефон, особенно пробьет про личное устройство. Давайте вот раз навсегда забудем, что туда что-то надо поставить и контролировать трафик на этом мобильном устройстве. Нужно контролировать, как сотрудник работает с корпоративными ресурсами, со своего личного мобильного телефона, как он потребляет эти ресурсы и в каком объеме. А не пытаться его контролировать личное устройство. Как это достигается? Например, вот я на конкретные кейсы приведу. Вот у нас есть интеграция с облачным Microsoft Teams и с облачным Exchange Online с Office 365. К чему это приводит? По факту, например, у нас есть заказчики, которые разрешают использовать и личные смартфоны одновременно, и использовать вот такие облачные сервисы. Это приводит к тому, что весь трафик, вот эта чувствительная информация, он ходит вне периметра компании, его нет вообще в корпоративном сегменте. Он с личного устройства улетает, грубо говоря, в облака Microsoft сразу. Там негде ставить не агента, там негде ставить шлюз. На территории недружественные… Тем более, тем более. Как решается этот вопрос? Есть интеграция с этими облачными сервисами, и все, что поступает в облачный MS Teams, переписывается, пересылка файлов, коммуникация, она все улетает в InfoWatch трафик монитора. То же самое с Office 365. То же самое с… То есть получается, в купленные сервисы, считается, что ты купил сервис, он туда улетел, ты считаешь, что это уже утечка? Нет, я считаю, что, во-первых, нужно вот это… Нет, почему? Во-первых, нужно понимать, что не покинул ли он круг общения сотрудников, когда мы контролируем MS Teams или, допустим, почту, это раз. Мы можем оценивать, внимание, можем оценивать количество потребления, потому что надо понимать, что если наличный устройств попал, как там сотрудник распорядиться, уже никому неизвестно, да? И нужно оценивать, как он потребляет. Получается так, искусственный интеллект, мобильные устройства… Про искусственный интеллект я прям выписываю те поинты, которые требуются от систем DLP в горизонте, там, пяти лет, чтобы они были реализованы. Не только на бумаге, но и в фактически. Смотрите, вот у меня ощущение, что у нас здесь ретро-вечеринка. Искусственный интеллект в горизонте пяти лет. Это самая интеграция с личным устройством в горизонте пяти лет. Это уже все работает. Есть такие решения. У кого из российских интеграторов работает полноценно? Это не искусственный интеллект, это машинное обучение. Машинное обучение. Это разные. А прям вот искусственный интеллект, когда система работает... Можешь объяснить? Подожди, модель составить обучаемую, не обучаемую. Машинное обучение это часть искусственного интеллекта. Но искусственный интеллект это область науки. Составить скрипты для автоматической реакции это одно. А сделать прям автоматически постраиваем граф для принятия решений, когда система сама принимает решения в зависимости от событий. Смотрите. И когда она обучается в зависимости от того, от той бигдаты, которую ты в нее загружаешь, вот это искусственный интеллект, когда система принимает решения без участия человека. Хорошо. Вот. InfoWatch Prediction позволяет выявлять сотрудников, которые несут риск, без обучения предварительного. Его никто не учит и не настраивает. В этом есть нюанс. Туда заложены какие-то паттерны? Нет. Я еще раз хочу, там нет паттернов, потому что если бы там были заложены паттерны, тогда вот этот хороший, это плохой. Нет, там считается скоринг. Я уже повторил 10 раз. Вот тогда необходимо понять, какая скоринговая модель. Заранее заложена эта скоринговая модель? Ну, для каждой компании она будет… Так она, я же говорю, не заложена, там не заложено ничего заранее. Нет, я просто раз уж идет о трендах, чего надо включить? Все. Окей. Все. В одну фразу. Если речь идет о трендах на будущее, вот рекомендую всем поиграться в тренд на ближайшие полгода, в уме прокрутить стресс-тест для DLP, попытаться решить задачу о китайских генералах. Напомню, в математике она решена в 70-е годы. Ну, задача о китайских генералах, это у вас есть условно 100 генералов, среди которых кто-то, произвольное количество, произвольные люди, предателя числом менее чем 50, ну, до 49, в том числе и главнокомандующий. Вот. Задача сохранить работоспособность армии, ну и продолжать побеждать. Вот. В математике она решена в 70-е годы, в этом самом, в крипте решена в начале 2000-х. Вот. Попробуйте решить ее в DLP, в компании 100 человек, из которых 49 предателей. Вот DLP вас спасет, сможете сделать, чтобы компания продолжала работать. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Давайте тогда завершать дискуссию. Спасибо всем, кто вытерпел. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. 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 Спасибо.